Так, а это вообще был гараж. Записочка, что у нас тут есть какая-то бонусная комната. Качельки есть с балкончиком. Почему-то здесь стиральная машина с сушилкой. На доме есть солнечные батареи. Ага, вот это у них источник отопления такой. Что я увидела? Сегодня хотела бы вам показать вот такой вот домик, который находится в Хафмундбей. Океан совсем близко. А домик, скажем так, не самый типичный. И сейчас покажу почему. Здесь вроде все чистенько-аккуратненько. Окна двойные. Но ковер можно поменять при желании. Не проблема. Тут у нас даже настоящие деревянные полы. Вот, они где-то в некоторых местах поскрипывают. Единственное, как убрать скрип, это только менять полы. Потому что там фанера под полом отходит. Вот, слышите даже. В доме у нас кто-то живет. И, очевидно, любит готовить. Шкафчики не самые новые, но и не старые такие себе. Вот, что дальше у нас тут. Ну, вот эта ванна, видимо, была с ремонтом. Новые раковины. И здесь так ничего. Вытяжка шумит. Ну, поменять ее недорого совсем стоит. Там можно за 100 баксов купить хорошую вытяжку. Ну, вот, а дальше. И тут у нас внизу еще одна спальня. С таким маленьким шкафчиком. А дальше начинается интересное. Как выходишь из кухни, потом идут какие-то многочисленные комнаты. То есть, вот это, казалось бы, неплохая такая спальня. Но, почему-то здесь стиральная машина с сушилкой. Как мы знаем, стиралку и сушилку в спальнях не делают. То есть, тут когда-то была другая комната. Плюс дальше ведет она еще в одну комнату, где кухня и маленький туалетик. И вот тут дверь. И здесь еще одна спальня. Я так понимаю, что... Так, а это вообще был гараж. Смотрите, видно, видите фундамент вот внизу. И не вижу... Ага, вот это у них источник отопления такой. То есть, тут неотапливаемая комната с каким-то маленьким входом, который раньше был гараж. А сейчас просто сделали как квартирку с отдельным входом, который можно сдавать. Ну, и это еще не все. Тут же есть еще и второй этаж. Пошли, покажу. Пока все прилично. Ну, потолки не самые высокие. Но комнатка хорошенькая. Вон даже котельки есть с балкончиком. Вид почти на океан. Вон, там у нас океан. Шкафы, шкафы. Потом здесь у нас еще одна ванная. И еще одна комнатка. Вроде бы такая же, как и предыдущая. Но... Что мы видим? Записочка, что у нас тут есть какая-то бонусная комната. То есть, снова пристройки. Судя по всему, бонусная комната построена над гаражом. Здесь они положили такие доски. Прям на крышу. Не знаю, насколько это безопасно. Но выглядит симпатично. И заходим в бонусную комнату. Вуаля! Тут очень холодно. Ну, сегодня на улице холодно. Ну, здесь, тем более, тоже нет отопления. Куча каких-то карт. Это было построено без разрешения. Я уже сразу вам могу сказать. Кстати, видите, тут еще окна запотевшие. Вот оно. Это значит, что это было двойное окно. И оттуда вытек газ. И теперь это окно потеряло свою функцию термозащиты и звукоизоляции. Ну, как окно, в принципе, работает. Ну, чтобы убрать вот этот, надо менять окно. Хороший дворик. И вот этот вот гараж у нас идет с этим окном, которое они переделали. Но его можно переделать обратно в гараж при желании. Новый забор. На доме есть солнечные батареи. В гараж машину вы уже не поставите. Но тут есть полно места. Вот. По официальной версии, дому три спальни, две ванных, 1800 скурофей. Что я увидела? Это как-то не очень хорошо. Какой-то мух. Ну что, брать, не брать? Что скажете? Продолжение следует... Какой-то... Какой-то. Какой-то. Продолжение следует...